Всем привет дорогие друзья! Кадыровцы это довольно известное слово в интернете и за последние два года это слово чаще всего упоминалось в контексте каких-либо скандалов, постанов или же банально над ним все смеялись. Потому что как боевое подразделение Ахмат зарекомендовал себя не с лучшей стороны, это мягко говоря и до 22 года вокруг них выстраивали такой вот образ непобедимых вояк, которые в огне не горят, в воде не тонут и в плен не сдаются. Но теперь все изменилось и кадыровцев уже мало кто воспринимает всерьез. Подробнее про деятельность Дон Дона вы можете узнать в нашем телеграм канале, я регулярно публикую там новости на эту тему. Также публикую там материал, который нельзя публиковать на ютубе. Еще до 22 года можно было бы заметить немного странностей. Ахмат очень сильно пиарили буквально из каждого утюга и при этом не было ни одной ситуации, где бы они проявили свою высокую эффективность. А скорее наоборот, пытались жульничать, когда сдавали на краповый берет и вместо кросса пробовали преодолеть эту дистанцию на машине, из-за чего стали посмешищем на весь интернет. Ну а после 24 февраля 22 года вообще позорились немыслимое количество раз и даже не сосчитать все их зашквары и косяки. Они воевали то со светофорами, то с пустыми зданиями, то с кустами. Хотя сам Дон Дон и его СМИ пытались выставить их вообще непобедимыми солдатами. И ролики, где хвалят Дон Дона и фанатов Чая Ахмат, появлялись и продолжают появляться на регулярной основе. И видно, что в это все вбахано немалое количество бабок. Однако, это не просто не имеет должного положительного эффекта для их пиара, как лучшей армии мира. Даже наоборот, чем больше выходит роликов с фольбой Ахмата, тем больше люди над ними ржут. Так как есть просто гигантское количество доказательств того, что это подразделение самое худшее в мире с военной точки зрения. И особенно это стало заметно после недавних событий в Курской области, когда бородатые Дон Доны очень сильно облажались и стали восприниматься просто как клоуны и с российской, и с украинской стороны. И уже никто не верит в то, что они реально где-то там воюют и показывают хоть какие-то результаты. Кадыровцы стояли за спинами срочников, и как только запахло жареным и появилась угроза их жизни, тут же побежали, куда глаза глядят. И это очень сильно расходится с тем образом, который вокруг них выстраивали. При этом этих самых срочников они либо оставили погибать, либо сказали им тоже убегать. Есть уже немало кадров с пленными срочниками, которые это все подтверждают. Владир Ахмата пишет, что они на первой линии, с нами защищают, но никого из них я абсолютно не видел. Пишет, что все хорошо, они отбиваются, но на самом деле нас взяли в окружение. И под жесткими обстрелами уже люди не выдержали, мы остались в комнате 5 на 5, все блиндаши были разрушены, и у нас 50 человек в комнате 5 на 5 сидело, и мы приняли решение сдаться, дабы не остаться всеми там похоронены. У меня в спецназе Ахмат очень большой процент ребят возраста 18-19-20 лет, и это герои, реально герои, которыми я горжусь. Становится понятным, что Ахмат это просто тикток войска. При этом их главный Аптиллаудинов записывал тиктокчики интенсивнее, чем пьяный мастер глушит свою очередную бутылку и говорил, что Ахмат держит позиции. Просто это их в ВСУ обошло и разминулось с ними. Противник, получается, вначале прошел между нашими опорными пунктами российскими, потому что дистанции были просто огромные, это раз. Потом уже вышел, получается, технику выгнал, и уже напрямую, получается, зашел на территорию уже таким рывком хорошо углубился внутрь нашей территории. И еще этот клоун заявил, что в плен они не сдаются, но тут-то там появлялись кадры, которые это опровергают, и было немало пленных из самого Ахмата, которые просто не успели сбежать, или же банально заблудились и свернули не туда, или же не знали, куда конкретно нужно бежать. Причем у некоторых пленных были дорогущие куртки за полторы тысячи долларов, что само по себе очень странно в условиях такой войны, когда можешь в любой день умереть. Очевидно, что кадыровцы явно умирать не собирались, и выполняют они немного другую задачу. Из них пропаганда пытаются раздуть самых суровых вояк на свете, которые никогда не умирают и в плен не сдаются. И также кадыровцами всегда пугают простых россиян. Естественно, запугивать сивильного намного проще, чем военного. И это у кадыровцев очень хорошо получается. Они, как и многие другие шакалы из этой же оперы, привыкли действовать всегда толпой. Еще могут заставить извиняться срочника, который ранее про них записал видос, в котором заявил, что Ахмат отступил и панически бежал. И они не обеспокоены тем, чтобы реально воевать, они обеспокоены тем, что кто-то в медийном плане про них что-то плохое сказал. Аптия Лаудинов при этом призывает других идти мобилизироваться. Все, кто хочет принять участие в этой решающей битве, могут пойти, заключить контракт и уйти на фронт. Аптия Лаудинов призывает при этом других мобилизироваться, при том, что сами дон-доны никуда мобилизироваться не собираются. А еще дон-доны очень хорошо умеют мародерить. Причем мародерят они на той территории, которую якобы должны были оборонять. И личность одного такого мародера уже остановлена. И он реально оказался бойцом подразделения Ахмат. Что вообще неудивительно. То есть кадыровцы за последние две недели выставили себя максимальными клоунами. Но до сих пор есть те, кто думает, что Лаудинов по какой-то неведанной никому причине является крутым генералом. Хотя, как можно называть крутым генералом того, у кого эта должность получена от самого Кадырова. А Кадыров при этом себе самостоятельно тоже вручил звание генерала. И по совместительству еще и великого стоматолога. Короче, цирк одним словом. И в последнее время крупные российские СМИ стали отбеливать репутацию кадыровцев. Все эти помойки, вроде Соловьева и Скобеевой, записывают целые репортажи, в которых рассказывают, что дон-доны на самом деле никуда не сбегали. И это все фейк. И они доблестно до сих пор сражаются. И до сих пор нет ни одного пленного. А сам Алаудинов еще неделю назад заявлял на своих ресурсах и на ресурсах Соловьева о том, что продвижение ВСУ остановлено. Но стали появляться еще и ролики с пленными кадыровцами. Так и другая информация стала тоже появляться, в которой сообщается, что они либо сбежали, либо попали в плен. Но так как у Кадырова и его шавки Алаудинова очень большой денежный ресурс и влиятельный ресурс тоже, то им ничего не стоит подмять под себя другие СМИ и заставить многих блогеров извиняться. Раз даже крупные СМИ и военкоры, которые еще вчера их критиковали, начинают ни с того ни с сего хвалить и называть чуть ли не самым крутым подразделением. И очевидно, что и власть у них в достаточном количестве присутствует. Да и ботафермы самые огромные именно у кадыровцев. Стоит только кому-то залить очередное обращение Алаудинова на Ютуб, так тут же ролик просто заваливает тысячами одинаковых комментариев с фольбой о том, какие же тикток войска крутые и что сам Алаудинов чуть ли не величайший генерал нашего времени. Причем они максимально шаблонные все эти комменты и чаще всего их пишут боты с женскими именами. У кадырова схожая ситуация. Это все уже неоднократно мною разбиралось в моих видео. И понятно, что подобное нужно для того, чтобы потешить свое эго и для того, чтобы создать некий медийный ложный эффект. Мол, смотрите, сколько людей нас поддерживает. Не смейте вякнуть против нас хоть что-то. Алаудинов всех критиков Ахмата считает слабыми и говорит, что они никогда не смогут достучаться до него и его вояк. Некоторые же люди, которые называют себя разного рода русскими и в разных каналах, пишут разную грязь. На нас, на кого бы то ни было еще, у вас никогда ничего не получится. Потому что мы выше вас. И вы не можете даже никаким образом до нас достать. Вы слишком слабы. Вы дети сатаны, пытающиеся внести какой-то разлад в наши ряды. Это вам не удалось и раньше, и не удастся сейчас, и никогда вам это не удастся. Потому что Россия сегодня едина, как никогда. То есть прямым текстом говорится о том, что нам ничего не будет, что бы мы ни сделали. А если вздумаете пойти против нас, то тут же будете извиняться. А кадыровцы в это время будут мародерить магазины, покупать дорогие куртки и заниматься беспределом. Вот так справедливость во всей красе. Я не припомню, чтобы в человеческой истории была еще одна такая же бесполезная армия в военном плане. И в то же время настолько эффективная в бегстве, мародерстве, пиаре и показухе. А какая вообще должна быть армия, если сам кадыров имеет интеллект школьника начальных классов, которому постоянно покупают дорогие игрушки, и все его хвалят, восхищаются им, и он довольный сидит, радуется. А потом такой командир назначает таких же клоунов другими командирами, которые максимально к нему лояльно относятся. И выбирает он их не по профессионализму, а выбирает именно по их умению лизать ему пятую точку. Естественно, что такая армия никогда в жизни не может быть хоть сколько эффективной, а она может быть только отрицательно эффективной. Не забывайте поддерживать ролик лайком и писать в комментариях свои мысли на этот счет. Всем пока, до новых встреч, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok